Доброе утро, мои дорогие друзья! В такую жару я умудрилась заболеть. И для того, чтобы выздороветь, мне необходим лечебный завтрак. Это одну ложку я положила, сейчас вторую ложку положу. Это молотые льняное семя. Купаю в зернах и на кофемолке размалываю. И вы это можете увидеть в моих прошлых фильмах. Заливаю кипяточком, чтобы слегка все прикрыло. И стоит 3 минуты, а я пока сорву. В льняную кашу я всегда добавляю, добавляю ягоды по сезону. И сегодня это будет малина. Добавляю совсем чуть-чуть имбиря и корицы. И получается очень вкусное блюдо. Чай тоже мне будет целебный. И для чая я хочу собрать еще черную смородину. И собрала листья. Листья мяты. Листья малины. Самый крупный лист. И листья черной смородины. Вот посмотрите, какой замечательный чай у меня получился. Такой прекрасный цвет розовый. Это придают черная смородина, немножко малины здесь и травы. Вот я позавтракала. И теперь я хочу подкормить свою гортензию метельчатую. Я ее посадила очень давно и вымерзала. И были моменты, когда я уезжала, ее не поливала. И она меня очень плохо переносила. Все это болело и перестало свистеть. И вот сейчас я решила ее реанимировать. И я сама поела и хочу ее подкормить растений химией. Вы все знаете. И подкармливаете. Ну и про навоз тоже самое вы знаете. И даже про зеленые удобрения, которые мы в бочках делаем. Но сегодня я буду кормить ее белковой пищей. Такой же, как и мы с вами едим. Она у нас любит покушать. Для этого нам нужно ведро воды и пакет кефира. Все это смешивается и поливается. А подкармливается это, ну, где-то один раз в 10 дней. Надеюсь, вам это поможет. Да, еще хотела сказать, что наша красотка любит кислую почву. И надо ее потихонечку подкислять. Ну, подкислять можно и лимонной кислотой, и чем-то еще. Но тоже постепенно. Потому что впитывать она будет и питаться только тогда, когда у нее почва будет кислая. А со временем, когда мы поливаем, когда льют дожди, почва, кислота вымывается, почва становится, в общем-то, менее кислой. Я буду собирать смородину. И потом ее протирать. Что поделаешь, сейчас все созревает, сезон. Субтитры делал DimaTorzok В этом году очень крупная смородина. Просто вот, просто огромнейшая. Ну, вот, первая баночка уже готова. Могу отвезти сыну. Ко мне пришла подруга, она уже давно заготавливает иван-чай. И я вот ее попросила, чтобы она меня тоже научила заготавливать иван-чай. А вот скажи, Танечка, а соцветия тоже идут? Нет. Вот сейчас он немножечко подвязший, иван-чай. Мы собираем листья для иван-чая. Для настоящего иван-чая. Берем заверх стебля. И вот так вот. А, то есть нужны листья срываем. Понятно. А скажи, листья срываются уже именно в то время, когда он цветет? Когда цветет, не позже, потому что листья, чтобы были молодые и мягкие. А до того, как он цветет? А можно в соцветии, когда еще не распустились цветочки, когда соцветия есть уже, тоже можно собирать. Понятно. И нужно с верхней части вот молодые листья брать. Вот такие листья. А, то есть вот уже внизу? Такие листья внизу, они уже не пойдут в чай. Ага. Значит, только вот отсюда. Да. Вот берем за макушечку, за цветоноску. Понятно. И вот так вот снимаем. Это очень легко собирать. Понятно. Собирать надо много. А что мы так... А много надо? Да. Много собирать. Потому что он потом усыхает. Теперь раскладываем. Раскладываем на чем? Ну, на бумаге и подсушиваем. На бумаге, на марле, на... Ну, все равно на чем. На салфетке. В проветриваем помещение. Раскладываем, ну, где-то сутки. А, сутки сутки. Должен подвяливаться. Понятно. Потом берем вот Иван-чай в руки. Ну, примерно такая вот порция. И скручиваем его. А, прям вот эти все вместе? Да, все вместе. Скручиваем его, пока не потемнеют они. То есть они как бы мнутся и сок выделяется. Понятно. Вот скручиваем. И складываем в эмалированную посуду эти колбаски. А, они получаются колбасками? Ну, они такими-то склеиваются. Как бы склеиваются. Получаются с колбасками. И он их склеивает. Пока листья не потемнеют. Ну, да. Они были светлые, а сейчас они потемнели. Ну, понятно. В эмалированную посуду складываем эти колбасочки сантиметров 5-6. Вот так. И накрываем мокрой тряпкой эту посуду. И оставляем, ну, где-то... Типа как они вяльтся в сторону должны, да? Нет. Там ферментация получается. А, уже идет ферментация. Да, да. Понятно. И нужно эту мокрую тряпку, если она высохла, нужно менять опять, чтобы салфетка была влажная, мокрая. А сколько слоев вот в кастрюлю можно? Ну, сантиметров 5-6. 5-6. Сколько слоев войдет? 5-6 сантиметров. Теперь нужно через какое-то время на запах определять. Если травянистый запах, значит, пусть еще стоит в кастрюле. А когда фруктовый запах появляется, значит, листья уже готовы к дальнейшей обработке. Берем листья и ножницами мелко режем. Вот эти колбаски. Да, вот эти колбаски мелко режем. И вот эти вот уже листочки порезанные сушим в духовке. При 100 градусов где-то час. Но нужно смотреть, как они на ощупь, чтобы они были сухие, чтобы не были они влажные. Сухие, значит, закончилась их сушка и уже можно складывать в банки стеклянные и плотно-плотно крышкой закрывать. Значит, часть в духовке при 100 градусах и проверять периодически. Ну вот час где-то, а если они не стали сухими, нужно еще... А какие сухие? До того, что они должны прям, как это, крошиться, лопаться? Нет, нет, нет. Ну просто на ощупь не чувствуешь влажность. А, понятно. Сухие они хорошо шелестят вот так вот в руках. Типа как табак скручивает листья, да? Да, да, да. Понятно, понятно. И вот этот чай, он очень полезный, причем мы его завариваем и ван-чай, добавляем туда мяту, добавляем там... Есть малиновые листочки сухие, малину, если есть смородина, в общем, можно всякие травы туда класть. И... Ну вы зимой пьете, вы знаете? Ну почему? Сейчас тоже пьем. Вот которые уже мы сделали. А вы много уже заготовили? Да, много. То есть на зиму у вас уже хватит? Да, и на то лето, наверное, хватит. А сколько кастрюлик примерно? Ну у меня три трехлитровых банки чая. Ну мы будем подарки делать этим чаем, возить в гости, да. Чем он хорош, вот обыкновенный чай завариваешь, на второй день он уже может запресневеть. Этому ничего не бывает. Там такие фитоэлементы... Ферменты. Ферменты, что он не портится. Его можно пить с удовольствием и очень вкусный. Сахар можно не добавлять, он и так очень вкусный получается. Так что... Да я знаю, у меня просто сын покупает, но мы покупаем в пакетиках. И вот он просто попросил, ему интересно было. А я знаю, что вы уже не первый год это делаете, да? Это уже третий год вы? Да, да, да. Мы все время его пьем. Как раз потому что можно, конечно, посмотреть и где-то, но ты же просто вот сама это все делала, сама знаешь и сама можешь это... Ну конечно, во-первых, ты знаешь, что это твой труд. Потом, когда ты с ними, с листьями работаешь, твоя энергетика туда переходит. Ну да. У меня энергетика очень хорошая, положительная. И получается очень хорошая. Но это же не только ты скручиваешь, еще и муж твой. Ну конечно, да, и муж мой тоже... Ему тоже нравится. Очень нравится. И мы с удовольствием пьем и вообще всем рекомендуем. Вообще чай два века назад еще экспортировали на экспорт, делали чай наш, Иван-чай, в Европу поставляли. Да? Да. Это еще очень... При царе? Ну конечно. Ну да, это точно. Ну да, понятно. И была хорошая статья дохода. Экспортировали в Европу. А что, потому что он только у нас растет, что ли, да? Ну у нас технология, мы знали технологию его изготовления. И во время войны... Видишь, какие купцы у нас ушлые. А во время войны институт занимался Иван-чаем, у нас целый институт научно-исследовательский. И технологию добивались немцы. Но так они и не успели, в общем, вывезли всю эту технологию, и они не успели забрать. Что вывезли вовремя всю технологию изготовления этого чая. То есть они этим очень интересовались. А, то есть когда захватчики пришли, я все поняла. Ну конечно, немцы когда пришли. Так что он и как речебный... Слушай, ну большое спасибо. Ты бы даже рассказала целую историю. Спасибо большое, Танечка. Все, постараюсь тоже. Здоровья вам. Пейте Иван-чай. Да, спасибо большое. Будем пить. Пригласим потом в гости, чтобы пили. Спасибо. Новый рецепт от Милы. Так, отвариваем рыбку Чивычу. Охлаждаем ее. Ну любую рыбку, не только Чивычу. Можно и Треску, все что угодно. Отварили, остудили. Яйца, сыр, груша. О! Это самое как его. И немножечко совсем риса. Рис до полуготовности. Он должен пропитаться здесь и дойти. Дальше берется чернослив. Он кладется сверху, этот чернослив. А потом украшается любыми ягодами. И все это можно и под майонез, хороший только, и под сметанку. И будет очень нежный салат. Пробуйте. Отлично, спасибо. Сейчас попробуем. Так, хочешь я тебе спою, что я тебе не сделала здесь? Не будем, не будем мы звать тебя по отчеству, не будем, не будем мы много говорить. Нам просто очень хочется поздравить именинницу и рюмочку хрустальную до краешков налить. Ой, замечательная песня. Я не успела. Немножечко, да. Но все равно приятно. Слушай, отлично. И салатик такой замечательный. Мы про... Какая... Вот сейчас я буду пробовать. Я уже переложила на такую красивую тарелочку. Посмотрите. И сейчас мы будем пробовать. Потому что вообще это потрясающе. Я, между прочим, никогда не ела чернослив с рыбой. Груша еще здесь. Именно груша. Не яблый, как груша. Мил, ну ты, у тебя все блюда какие-то такие праздничные наряды. Каждодневные, а какие-то праздничные. Ну да, я так всегда. Иванычу всегда прожила. Подожди, ты что, и дома такой праздничный все время делаешь себе? Абсолютно. Вот мы с ним сколько прожили, 20 почти лет. Я всегда ему какие-то вечера делала. Он приходил с работой. Нет, ну не каждый же вечер. Каждый, каждый, каждый. Да ты что. Клянусь каждый вечер. И поэтому у тебя столько таких вот рецептов. Да, у меня они все в голове. Слушай, ну просто потрясающе. Ладно, ты к нам пришла сейчас в выходной. А если ты ему это делала, ой, вот счастливо был. Да, он и сам это говорил. Ой, ну это знаете, товарищи, обязательно попробуйте. Мила вам сказала, что, и я еще потом напишу. Ну потрясающе просто блюдо. Вы будете вот... А сколько ты его делала? Это сложно было, да? Ой, быстро очень. Совсем быстро. Ну, наверное, в районе 35 минут 40, не больше. Ой, ну все. Потрясающе. И вот этот длинный день закончился, подстрекут кузнечиков. И я хочу вам пожелать всего самого лучшего, отличного продолжения лета. Большое спасибо за просмотр. Большое спасибо за лайки. И большое спасибо за комментарии. Лето продолжается. До свидания, друзья.